господа мы сейчас стоим с романом вместе в пробке напротив хостель серьезный серьезно всем огромный привет держи в тени потому что на улице 27 градусов аж нагревается телефон смотрите по дороге обратно мы хотим затронуть тем тема оказывается конечно же по строительству и у нас вопрос такой строить дом на продажу либо для себя в чем отличие роман в основном будет говорить ему задавать некоторые вопросы ну как вопрос поставлен как то есть разница чем он отличаться будет возле себя строить него для допустим там на продажу ну давайте так скажем вкратце чаще всего если смотреть на массовых застройщиков сочи не единичные случаи которые стараются построить очень качество качественно именно это качество дорого продавать но если массово посмотреть строит мягко говоря супер эконом на чем-то ты вот прям как строитель сразу видишь что вот здесь вот вроде сэконом тут 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 вроде как по мелочам казалось бы немного но на общей сумме это тоже заработок давайте так один из нынешних моих клиентов приобрел себе дом село высокая мини поселки из 8 домов дом село я приехал оценить этот дом вообще покупку поскольку хочет там выполнить работы у себя по дому и что ему сказал что надо перестроить практически пол дома начиная с того что во-первых первый этаж почему-то построен из газосиликатного блока второй этаж из керамзитного блока в третьих я очень сильно акцентировал именно на слабом монолитном каркасе не было вообще ригелей все колонны как спички там 20 на 20 были уже лопины на втором этаже по перекрытию между первым вторым этажом и плюс уже были видны просадка монолитных перекрытий самых больших местах то есть беда и сейчас вы еще потекла крыша после хороших дождей при короче чувак попал вообще просто балка льда дом который вот если бы он сначала с тобой бы консультировался как минимум можно было поторговаться из-за вот этих минусов чтобы нормальную цену себе сбить кстати роман делают оценку или покупка для того чтобы не влетели если вам стройка неинтересно и вы допустим хотите приобрести дом например уже готовы но может быть вам место понравилось или вот прям вот не хотите же ожидать бывает же такое и вас планировка там например и подъезд устроил то пожалуйста роман сколько это стоит не огромных денег 15 тысяч рублей он сделает нормальную оценку скажет какие там минусы и так далее вы сэкономите поверьте можно будет сбить один а то и 2 миллиона на какие-то это вот вам на ремонт какие-то по-любому так и нужно делать поскольку на что купился мой клиент это на красивую обложку до было вырезана красивая территория были посажены красивые деревья фасад у дома сделан и вправду качественно и красиво все чётенько красиво ну с точки зрения вот этой всей строительной технологии ошибок очень много да вот сейчас у нас потекает крыша разобрали мы поднялись мы на крышу видим не специальные приемники которые должны воду отводить с крыши мы видим просто ливневой купленный в подкове ливневку даже сеткой накрывают вода из нее как оказалось внутри фасада идет просто 50 труба канализационные которые просто большой поток воды не может через короче которые максимум подходит для слива там не знаю там душа душа там раковины и мы понимаем что просто не успевает вода уходить там стоит вода получается в том месте имеется ввиду где приемник воды и тем самым просто просачивается и начинает мокнуть угол второго этажа сейчас мы это будем исправлять скорее всего будем держим уже тему от темы отходим знаешь почему потому что мы рассказываем как человек попал покупая дом а он нам-то нужно понять чем дома отличается от допустим строить строительство на продаже для себя например вот давай по-другому немножко поставим например вот я хочу построить дом на продажу я финансирую то есть вот к нам человек обращается допустим хочет дом на продажу или например человек говорит я хочу строить для себя вот в чем будет отличие первое отличие монолит допустим и на чем можно сначала можно сэкономить монолит можно залить допустим из дешевой опалубки виде просто не ламинированной опалубки то есть купить самую дешевую либо уж не мужчина до залить да он будет не гладенький не стеклянный не идеальный но просто будет на дому на дом у нас тысяч наверно 200 вот 200 уже можно как бы прибавить бюджету перепродажа сэкономить например допустим для себя вы выбираете например ну какой-нибудь более качественная наверное стеновой материал сказать потому например можно так блок положить можно так на продажу могут на я положить да даже был сделаешь да замечал разные случаи но еще тысяч на что можно больше всего сэкономить этот керамзитный блок хороший керамзитный блок который имеет сертификат стоит за штуку там 130 рублей а дешевый блок из он не из керамзита даже большая из большие щебня он стоит 80 рублей прикинь 50 рублей на одном блоке используя две-три тысячи при этом застройщики делают белые стены называют эту white box потому что они закрыли да они закрыли а отдали за эту штукатурку тоже нисколько еще знает да еще и прибавили да еще и прибавили смотрите мы уже стену как бы сделано что там внутри ты же не будешь разбирать отбивать смотреть подальше самая по себе кровля вы же не вам ни один заказчик не сделает фотографию сколько он положил утеплитель и можно же вообще утеплитель не класть а можно просто пятерочку положите достаточно я для себя допустим выбрал 1 1 5 для себя 150 миллиметров xps карбона крутого хорошего утеплителя можно купить пеноплекс пятерочку положить и вы этого никогда не узнаете не поймете уже же это же внутренний слой норма туре можно как-то сэкономить и ловят ли люди которые вот строят на продаже да в последнее время вижу что люди начали использовать застройщики наши используют керамзит композитную арматуру она дешевая я зашел реально расскажи что такое композит на чем она отличается от обычно комп я понимаю что композитную арматуру в принципе она имеет быть и она может жить в нашем вообще рынке но для ее можно использовать допустим залить дорогу и и можно использовать там заместим цветничок да не это полностью нужно нет да все-таки большое это большая проблема керамзитная арматура то что она именно ломается а железная арматура она только гнется то есть у вас перекрытие при композитную или какой там не знаю выступ балкон может просто отломиться и упасть на арматуре просто согнется вот и вся разница застройщик сейчас используют там стоит реально копейки тоже экономия давай поговорим про окна вот если смысл допустим на продажу делать дорогие окна нет я вижу смысла человеку нужна хорошая цена если устроите на продажу вы берете либо среднячок либо вообще эконом а для себя любимого хочется чтобы эти окна шума меньше там было энергосберегающий чтобы на отопление поэкономить может быть алюминиевые какие-нибудь может быть с каким-то отражающим эффектом фишку застройщика расскажу денег будет стоить фишку застройщика покупаешь самый самый дешевый стеклопакет они вруб сам профиль окна а стеклопакет берешь solar design который с премиальной линейки он будет смотреться бомба а разница простого стекла и solar design копейки а вот разница в профиле вообще просто сумасшедший потому что можно профиль купить за 200 тысяч а хороший профиль стоит будет 800-900 а премиальные профиля под полтора миллиона то же самое как ты думаешь вот когда люди покупают допустим дом на продажу допустим вот это вот все озеленение допустим да вот на для себя это одно ты можешь сделать если ты хочешь на продажу минимум срез самое простое газончик как вот там допустим без какой-то подложки бросил лишь бы лишь бы лишь бы купили чашу бассейна купил фильтрацию не купил например так поставил залил водой красиво все нормально пойдет все всего я заметил что даже застройщики не тратить на чашу бассейна просто им же те же ребята поделал дом заливаю там 15 кубов бетона на находит там 150 тысяч а нормальная чаша стоит 800 900 оборудование и так можно поставить и потом просто плиточки делают типа для красоты потом зашел замазывают швы типа гидроизоляции ну то есть хорошей гидроизоляционной затиркой на по факту потом у вас через год-два этот бассейн начинает как посадный отдел здесь то же самое наверное вообще продажам пофигу можно короед обычно сделать даже не кладут то есть можно во-первых сэкономить на утеплитель раз во вторых утеплитель тоже бывают разного вида и сам края то можно купить среди который стоит клей-мешок 900 рублей для фасадов а можно купить не знаю там какой-нибудь за 350 два раза в т.п. два с лишним раза экономим на одном мешке а чтобы сделать фасад это 100 с лишним мешков это уже плюс такие доставки это все это совокупности даже конечно поднимаешь все цены тогда просто потом со время вы покупаете красивую картинку обложку вот зеленая территория брусчатка красивый фасад да он ближайшие там два-три года он будет красивым потом а ты не заметил почему и все пишут комментариях многие и удивляется и я раньше в том числе удивлялся что застройщики продавая дом не подключает газ с чем цену как стоимость стоимость на 300 тысяч почему не подключить газ это думаю что это время да это время поскольку этих условий на себя надо франить лицевой чего потом это все перед перенаром и проще показать что труба рядом про проходит подключайте сами и вот вы ведь частенько и меня спрашиваете почему дома без газа вот я слышал что можно дом без газа отапливать можно электричестве в том числе и так и есть то есть смотря какой дом какой объем у вас какие мощности может вы и на электричестве это полмиллиона рублей потому что купить котел сделать обязку котла и грубо говоря подвести сам на сами тех условий все остальное во первых это девять месяцев по моему если я не ошибаюсь там по поводу газа это время им надо на продажу раз 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 все чуть ли не скважина бахнуть если проблемы есть с подключением воду может подключить реально да и все и вот тебе готова уже коммуникации по стоимость как свет самый простой все да поэтому ребят выбор за вами вы можете приобрести готовый дом обратиться к нам за помощью за оценкой это тоже предоставляем роман как специалист вас сориентирует и поможет сэкономить поверьте мне огромные деньги огромные огромные при этом качество улучшить он по крайней мере сам застройщиком может поговорить и поспрашивать как он делал а потом сделать вывод правильно он делал или нет подойти к забору спросите как вот и что какая арматура что делалось правильно и ты сразу поймешь ну все капец то есть а есть это ненадолго а если застройщик и даже ну самый простой вопрос это просто можешь просто прислать нам фотоотчет хорошие застройщики которые вот строят точечно не стыдно показать свои объекты они реально просят деньги за качество и все них прям есть прям вот от нуля и до конца не этим горде то у массы до строят чаще всего нету фото ну на слово верь какой-то ну скажешь а строители можем поговорить который странным скажешь ну он девшот какой который по-русски не разговаривают но давайте знаете еще какой момент обязательно обсудим это вы не думаете что здесь если строят на продажу то обычно говно нет конечно строят и нормальные используют а вот как как для себя просто эта цена будет другая если допустим дом на продаже может что-то стоит там 15 миллионов самый самый такой бюджетный то дом для себя в этом же самом месте с использованием хороших материалов правильные все вот это вот с хороших там отделочных окон и так далее о чем мы с вами говорили это будет на пятерочку на десяточку подороже будет придумывая все грамотно правильно ли девочки все сделано понимаете может быть даже и газ будет поэтому это не говорит о том что на продажу строить все говно не просто это будет дороже вот и все если допустим вы можете проконсультироваться у романа также во сколько бы вам обошелся допустим покупка земельные участки и стройка этого дома и уже так сказать прикинуть а может быть мне действительно не торопиться сэкономить денег или наоборот пусть даже если вы не сэкономить на сделать именно свой проект как вам надо понимать они как вам застройщик сделал и все то может быть стоит и конечно же подумать прежде чем покупать готовый дом может быть действительно по своим каким-то критериям сделать уже несколько раз считал а то и десяток раз считал сравнение доллов которые стоят на продаже допустим в моем районе и купить участок построить дом моем районе как минимум вы экономите процентов 30 но при этом качество получается гораздо выше ну то есть но если застройщик вкладывает деньги он замораживает свои деньги удорожает его сад и получает документацию подсоединяет коммуникации подключает все остальное то есть ну получается он должен что-то заработать вот процентов 30 за суету он может быть год будет все эти подготовительные рабочего начала до конца пример конечно должен заработать конечно вы должны переплатить это так же как в новостройке квартиры есть допустим и застройщика черновая и есть квартира с ремонтом под ключ конечно же там будет больше стоит квартиры с ремонтом и с мебелью раз человек относительно недавно вложил туда свои ресурсы ему нам нужно заработать поэтому думайте пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу также подпишитесь на наш канал тему строительства мы будем с романом продолжать ждите новых обзоров пока всем хорошего дня